Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим крем-ганаш, который хорош как для прослойки коржей для торта, так и для покрытия под мастику. Итак, для ганаша нам потребуется шоколад 100 грамм, сливки 110 миллилитров и сливочное масло 82% жирности, столовая ложка. Для начала нам нужно налить сливки и поставить их на плиту, чтобы подогреть. Ни в коем случае не кипятить, просто подогреть. Довести до кипения. Доводим до кипения. Помешиваем. Как только сливки доходят до кипения, снимаем их с плиты. И заливаем наш шоколад горячими сливками. Оставляем так минуты на 2-3, пусть немножко шоколад растопится, а потом мы все тщательно перемешаем. Шоколад со сливками у нас постоял, мы начинаем перемешивать аккуратно. У нас получается в итоге. Еще достаточно жидкая, но как только сливки начнут остывать и застывать, она будет густеть. Сейчас нам нужно сюда добавить сливочное масло. Кто-то добавляет, кто-то не добавляет. Ну, чтобы масса была красивой, имела блеск и лучше застывала, я добавляю масло. Буквально там столовую ложку. Ну, я добавлю поменьше. Объем у меня меньше, поэтому я добавляю меньше. И пока сливки теплые, мы перемешиваем масло с шоколадом и со сливками. Перемешиваем все до однородного состояния. Если вы используете этот крем только для пропитки коржей, то масло можно не ложить. То есть это будет такой жидкий крем, очень вкусный, очень такой. Нежный. Если вы используете это как покрытие на торт, то есть сверху, под мастику, или просто поливаете, то лучше добавлять масло, так оно лучше застынет. Вот, мы почти все перемешали. Все, до однородной консистенции. Сейчас крем мы оставляем, вот такой вот у нас, еще жидкий. Оставляем его до полного остывания. Либо можете пропитывать коржи прямо сейчас, еще теплым. Если для покрытия под мастику, то лучше его полностью остудить. Ну, вот и все. Вот такой вот крем-ганаш. Очень вкусный, очень простой. Всем спасибо за просмотр моего видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok